Меня оберегали, Твои руки меня поднимали. Твоё слово меня укрепляло, Надежду давала, я расшивала. Миллионы раз Тебя я огорчала, Миллионы раз Ты меня прощала. Миллионы раз Тебе я обещала, Но ты верен был слову, что сказал. Твои руки меня оберегали, Твои руки меня поднимали. Твоё слово меня укрепляло, Надежду давала, я расшивала. Миллионы раз Тебя я огорчала, Миллионы раз Тебя я огорчала. Душу лизаю, Ты уже мне дал Счастья миллионы. Чем же я тебе заплатить смогу? Твои очи меня оберегали, Твои руки меня поднимали. Твоё слово меня укрепляло, Надежда давала, И я желала Твои очи меня оберегали. Твои руки меня поднимали, Твоё слово меня укрепляло, Надежда давала, И я желала Твои очи меня оберегали. Твои очи меня оберегали, Твои очи меня оберегали, И я желаю вам сказать, что многие из вас я знаю и никогда не забуду. Мы очень рады, что сегодня здесь, на этом месте, брат Яков Попс со своей женой. Для меня это особые люди. Своей искренностью говорю, потому что я помню, что друг познается в беде. У нас были такие очень неприятные случаи. Но братья Яков Попс со своей женой, в месть, в ночь, сказал, что не мог бы ответить. Да, ждите, что я верю. Да, и были такие случаи, когда в полночь я обратился к нему и он по-другому не мог поступить. Он сказал, ждите, я сейчас приеду. И он заплатил еще большой штраф из-за меня. Я помню, когда у нас были особые случаи, когда мы направились в сторону Бухареста. Когда у нас было около сотни километров до Бухареста. Оставалось где-то еще сто километров до Бухареста. И сестра Паша говорит брату Георгию, слушай, останавливайся, нужно отдохнуть. Полночь ты должен остановиться. А у меня характер такой, что если я поехал, значит я должен доехать. Что там вручь сожжим? Можем ромать двадцать километров до Бухареста. До сих пор не мог пройти. Оставалось уже около двадцати километров. Уже с куда осталось, чтобы доехать? Она говорит, все равно. Да, все равно. И мы доехали до большой такой парковки, и мы решили остановиться. И я сказал сестре жене, Паша, ты выходишь из автобуса, но только два шага, не больше. И я услышал лай собаки. И после этого я услышал крик, жена моя крикнула, как будто она испугалась чего-то. Я умерзит шаму, паката, димана, и я уйду, что-то уйти в микробус. И я подал ей руку и потену ее внутренне. И с открытой дверью я строжился с места. Но несколько сот метров я помню, что у меня порезали резину. И, наверное, я бы ездил на них, пока они задали резину, пока не разлетели. И я понимал, что те люди, которые порезали мне колеса, они не случайно сделали это. И, наверное, мы проехали километра три-четыре и остановились. Я никогда не снимал запаску, даже не знал, как она снимается. И вот в то время, когда мы попытались быстро поменять запаску, мы не заметили, как эти люди все-таки догнали и они залезли в автобус и забрали сумку. И через несколько минут мы помнили, что какой-то шум. Но они взяли все из сумки и после этого выбросили сумку. Несколько минут мы просто молчали, ничего не говорили. Потому что в шуме были деньги, которые мы должны были заплатить в издательство за деньги. И слава Богу, что Бог позаботился о своих деньгах. И спасибо, брат Яков, что вы помогли. Мы утром доехали до Бухареста. Помогли нам поменять резину. И не только это. Они дали нам деньги на дорогу. Но Ниганоши об этом тоже знают. В корпоратуре тот, что ты употребляешься. И это никогда не забывается. И вы знаете, в такие моменты понимаешь, как важно иметь друга. И больше всего в это особенное время Типы для этих боли. В эти времена боли. Нестабильности. Нестабильности. Проблемы в фикансии. Проблемы каждый день. И как хорошо иметь друга. И в этом моменте не было времени. Но не было времени для повести. Есть еще один опыт. Но у нас нет времени рассказывать. Братили Якову и готовы уже на три дня. Сора Лёля есть у нас. У нас есть у меня. Да. Сестра Лена с нами. Мы с ней пережили один очень интересный опыт. Но эти опыты помогли нам оставаться верными и до конца. Потому что это опыт Бога. Я мужчина. И не боюсь. Я не боюсь всего того, что живет. Но когда мы должны идти к человеку, который сказал, что он меня застрелит. Но тогда мы должны идти к человеку, который сказал десятки раз, что он меня застрелит. Фаре сора Лёля, не умерз. Сора Лёля, если умерз, умерз и я. И тогда хоть и мужчина, но сестра Лена, я туда не пошел. И так же. И так же. Бог чудесным образом поступил с нами. И я расскажу об этом в другой раз. Дорогие братья и сестры, литература евангелиста, я хочу еще раз вас от всего сердца приветствовать. И мы здесь по одной единственной причине. Что мы желаем во время этой благородной спасающей работы. Я понимаю и верю, что вы были инструированы в эти дни очень хорошо. Я даже не пытаюсь сказать вам о какой-нибудь методе. Вы знаете многое, но я думаю, что за эти дни вам сказали намного больше. Я хочу вместе с вами прочесть один текст. Рады ли старой славы искусской моей финицифы и Исаас Курс, до какого-то 20 лет? Да, я сказал, что лучше сидеть здесь и слушать семинары, чем идти на пуле и подавать книги. И Господь Иисус Христос говорит следующее. Иоанн 64. 16 глава Евангелия от Иоанна 33 текста. Вам спустишь стиль вокруг касавец Пачи Тунника? Я сказал вам все это, чтобы вы имели мир, а вам нет. А ну мне, где с вами казалось? Да, нам раздавало. И вышла женщина. Шесть, а надо чипать? И она говорит вам что, делать ничего? Ну, ты не стыд. Ты не стыд. А ша барбат шумблаз дала уши на уши. Такой здоровый мужчина, и вы ходите, стучите из двери в дверь. Нет, даться не комплекат. Простите, ну... Ну, 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 ну. А вы, не, 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 не. Да, ты бачь, сон пас, дейте сон, акула на полицию. Если вы хоть шаг сделайте, я объявлю полицию. Вставайте. Хорошо, я стою. Шестригран солнце. И зовет мужа. Шестригран солнце. И приходит муж. Большой шкаф. Шестригран солнце. Шестригран солнце. Шестригран солнце. И он говорит вам что? Я ничего. Раз еще. А я ничего. И мы говорим, есть что-то. Парабирит пентург на вас. Ну, мы пришли именно для вас. Часа в руку, часа в интерказ. Что-то случается. А ну, заходи в дом. И насильно. И насильно меня просто... Шестригран. Рано еще. И вы знаете, о чем я думал? Шестригран. Шестригран. Что тут? Шестригран. 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 Шестригранные. Какие проблемы? Самая женщина. Какие проблемы? Какие проблемы? У них пометались что-то. У них очень асмеры. Только у тех, дошли ничего не делающих детей, то у них нет проблем. А те, у тех, у кого что-то делающих детей, что детей ở дома, demographic. И я увидел так, у них одного побольше ребенка и человека больше ребёнка. Я разнался на эту камеру. И отец ему сказал, что едите в другую комнату. Через 20 проблем раньше. А вы все знаете, что это не так? Да? Да, вы видите, что там не было раздражено. Да, у них проблемы. Да, они были проблемы. И они купили в трех книг. И у них было то, что значит, что они делают И я тогда понял, еще раз убедился в том, насколько важно совершать то, о чем Бог сказал, что нужно делать. Но это не легко. Меня даже, ну, в какой-то мере, насиловали тогда. Ну, больше всего, чтобы мне было больно, когда кто-то из вас повести о том, как люди с вами поступали и иногда даже били. Брат Володя, вот он здесь. На телецентре. В магазине, в котором работал каждый вечер. И кто-то подошел к нему и сказал, выйди. Почему? Я сказал, выйди. Он начал бить его колокол. Почему не все это говорили? Не легко совершать это служение. Да. Но. Иисус Христос говорит, что Он победил. Если Он победил, значит и мы победим. Он совершил служение, которое мы все вместе с вами знаем. И это было не так. Мы знаем, где он уехал. Мы знаем, где он уехал. Мы знаем, куда он уехал. Но он сделал это, потому что он проявляет к нам свою любовь. И не зависимо от того, насколько это тяжело совершать это служение. Но если ты любишь это служение, потому что ты любишь Иисуса Христос, то тогда мы станем победителем, у нас будет успех. И так и думаешь, что ты любишь. А еще неделя после обеда практическая страна. И все это нужно. И в втором день, у тенера, студент, сказал, что братул Мастер, я хотела, чтобы изучить более биологии, как вы проходите. Молодая студентка вошла ко мне, и сказал, брат, я хотел пойти вместе с вами и устроил, что в мастер. А учител. Что мне было? У меня было очень много дел, я не знал, как ей сказать, но в то же самое время я не хотел его разочаровывать. Но в конце концов я сказал, хорошо, пойдем. Мы помолились, и мы пошли в третий этажный дом. Мы на свою этажу пошли на девятый этаж, и мы спускались до первого этажа. Ни никакой реакции. Мы должны были идти во второй подъезд. Я молился. Господи, дай нам опыт. Не дай Бог, эта молодая студентка разочаровывается. Дай нам опыт, чтобы она была ободрена. Мы поднялись на девятый этаж до первого этажа. Никакой реакции. Звонит мне президент Университет, и говорит, да, Замостя, вы должны были здесь. Я посмотрел на нее. Я говорю, я не шарик. Давайте завтра постепенно мы попробуем еще раз. Мы приехали домой. И я подумал, что это не моё служеб. Если я не смог представить, чтобы люди заинтересовались хотя бы как-то, чтобы они хотя бы послушали немножко меня. Что мне делать, Господи? Что мне делать, Господи? Как мне сказать, что я не буду responsабель от меня отрасла? Как завтра сказать это? Как завтра говорить о том, что я больше не буду отвечать за это? Мы думали, как мне это сделать? Я вспоминал Турабоцу, который мне не было. И местами. И мы говорим, Господи, это не моё служеб. Я думаю, Господи, это не моё служеб. И я благодарю Бога, что в тот вечер жены не было дома. Я плакал всю ночь. Господи. Такие дни. Несколько лет. Я проповедую сам Бог. Я учу людей как продавать. Методы самые лучшие методы. Но, практически, я не могу сделать это служение. Но, практически, я не могу сделать это служение. И я спрашиваю. Утром, когда я проснулся. Утром, когда я проснулся. Дети. Плакали в школу. Я плакал, когда третий день. Я пошел читать семинары дальше, потому что был третий день. Панал аммиазы, я праздывал семинары. Но, семинары был связан с Мария. И мы больше не говорили, что мы говорим. И, после аммиазы, мы пошли в школу. Мы пошли в школу. Мы идем в третий подъезд того же дома. И на пятом этаже. На седьмом этаже продаем две книги. На шестом этаже продаем еще две книги. Вы спрашивали? Да, не родныеier. Кор Hana будет опять? И в школу. Неют готов ничего решения. И он его разогревает. И тогда я поменял свой ушлей. Скажи. Дьявол всегда будет делать все для того, чтобы мы были разочарованы. Дьявол всегда сделает нам какие только проблемы. И так как в Молдавии говорят, проблема за проблемой. Но это служение Иисуса. И если мы Его любим так, как Он любил нас, мы будем иметь успех в этом служении. Я не помню, куда я делал эту книгу, которой я пользовался много, много лет. Для меня та книжка была более практична. Однажды дети хотели посмеяться. Они сказали, давай мы спрячем книгу «Литературный евангелизм» и посмотрим, как будет вести себя Павел. Я хочу сказать, что Иван, наверное, уже говорит, что это Библия литературного евангелизма. Нашим снегоношам и всем тем, кого Бог подарил талантами для того, чтобы работать вместе с Ним, Он говорит им. Молитесь. Молитесь. Молитесь за более глубокий опыт. Не забудем эту вещь. И не нужно никуда идти, если мы не молимся. Нормами для его справедливости. Conversали returns. Для общения и справедливости это не нужно делать без каких-то правильных последствий, Но в любой проблеме, которую мы встречаем на пути этого служения, нужно воспринять как призыв молиться. Несколько раз повторяйте, молитесь, молитесь. Мы не будем восприниматься в нашей жизни, восприниматься с Дмитрией, но у нас никогда не будет опыт с Богом в этом служении без молитвы, вы встретите очень много трудностей. Вы можете быть разочарованными, потому что Дьявол против этого служения. Он не хочет, чтобы мы распространялись. Он не хочет, чтобы мы были теми проповедниками в каждом доме. Он не хочет, чтобы мы были проповедниками, теми проповедниками, теми проповедниками в каждом доме. Он не хочет сделать все, чтобы разочаровать вас. Не забудьте. Дом Иисус Христос сказал, молитесь, молитесь. И это долг каждого. Святой долг. Сегодня в субботней школе мы изучали, и там был такой герой. Святой долг. 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 чтобы разочаровать нас, чтобы мы не совершали ленту служения. Но говорится, что у него был особый место. И он пошел к этому месту. Спирительный профетик говорит, что это место было в местах где он говорил. Как красиво было, чтобы у нас было такое особое место для молитвы. Мы были в конгрессе евангелистов, в Киеве, в Украине. И сестра рассказала об этом. Я звонил утром в службу такси. Приезжает такси, отвозит меня в книжный центр. Я наполняю багажник этого такси. Я иду по разным фабрикам, заводам. Вонт, продаю. Чем такси и уходи в церковь. Возь пае такси. И когда он спросил, Эксперинта и успеха, он сказал, он сказал, «НУ ПЛЕК АКАСА, ПИНКО НО СА АФЛУ СЕКРЕТУ». И когда он слышал этот опыт, он сказал себе, «Я не поеду домой, пока она не расскажет об этом». И я попросил брата Джулай, чтобы он помог мне встретиться с этой сестрой. И вы знаете, что она сказала? Первое. Первое. У меня были очень серьезные разочарования. Но я победил. На коленях брата Джулай. И когда он возвращался, первое. Первое. Первое, что это дело, это пае на коленях, и богатари на волну. И первое, что это дело, это пае на коленях, и сказали, «Доамне, ты ай у меня план?» И первое, что это дело, на утро, когда я просыпала, сэграя на Господи, у тебя есть план на меня сегодня. И я виноват. И я виноват. И я виноват. Апроапии 40% из суммы которые виноват в то, в мире. Она продавала около 40% из той суммы которая продавала вечно у нас. Виноват. В чем секрет? И я виноват молитва. И я виноват молитва. Время, чтобы мы медитаем несколько книг из Библии, «Я хочу, чтобы мы размышляли над несколькими текстами и священными писаниями, которые будут поддержкой и ободрением для каждого из них. И я виноват. Потому что всегда у вас будут проблемы. Или, может быть, у вас нет проблем? Я сказал, что он рассказал, что он был внестателем, который отчетал в 20 лет в Библии. И он сказал, что он рассказал, что он был внестателем в Боли и внестателем. И он рассказал 8. И спрашивает, что за бурный день он относится к другому брату, который был в жизни, который был в жизни и работал в жизни. И после того, как произошло, когда он был в Браде, который был в бизнесе, он был в силу хорошего. И после того, как произошло, когда был говорит Богу, он quedал в бисерикой, началось все проблемы. Участкова, когда мы делаем, во время Бога, в церковь, не готовится серьезное. Скажу, что у него есть это. И он говорит, что у него есть это. Кажды не были в это. У нас тут есть проблемы. Участкова, в обернане, погрузи. А сейчас мы ходим в церковь, проблемы. Быть такой, когда я пришел в церковь, проблема за проблема. Что они делают? И когда они дошли до могилы? Говорят брату. Посмотри вокруг. Видишь, что вот все эти могилы? У них нет проблем. Сколько в этом мире у нас будут проблемы? У нас будут проблемы. У нас будет много. В Евангелии 18-35. В Евангелии 18-35 стиха. В Евангелии 18-35 стиха. В Евангелии 18-35 стиха. И услышав, что мимо него проходит народ, спросил. Что это такое? Ему сказали, что Иисус из Назарета идет. И тогда он закричал. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня! Иисус, Сын Давидов, помилуй меня! Шечьи впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал. Сын Давидов, помилуй меня! И тогда Христос подошел и сказал, что он сказал, Господи, что не мне прозреть. Иисус сказал, что прозреть, что вера твоя спасла меня. И последнее. И последнее. И он все время прозрел. И пошел за ним славя Бога. И весь народ видя это. Иисус сказал, что вера твоя спасла меня. Иисус сказал, что вера твоя спасла меня. Иисус сказал, что только Иисус может помочь ему. Аминь. 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 Иисус сказал, что без Иисуса не может решать свои проблемы. Не случайно Библия говорит, ищите прежде всего Царство Небесное. И все остальное приложится вам. Это очень важно в том служении, которое мы совершаем. Иисус сказал. Иисус сказал, что Господь Иисус Христос сможет помочь нам. И еще. Иисус сказал, что Бог был настоящий. Иисус был настоящий. И только он понял, что Иисус есть тот, кто может решить его проблемы. И он начал кричать. Иисус, сын Давиду. Иисус, сын Давиду. Аминь. Памилия. Памилия allez. И все так, что были вокруг Него говорили, молча. Но еще сильнее кричали. Почему? Иисус является решением по его пределам. И мне нравится это человеческое качество. Иисус был очень настойчивый. Братья и сестры. Братья и сестры. Братья и сестры. Но не так, что один день делаешь, а несколько дней. Восемнадцать дней, с утра до вечера. Без перерыва. Без перерыва. Если вы прервали это, начинайте сначала и делайте восемнадцать дней. И после восемнадцать дней. После того, что вы решите продолжать вам это время. Иван, украли туда, в лунном тряго. А что делать? В лунном тряго делали. А с той чем? Украли компьютер. Но не было. Мне соответствуют, не было 18-19 лет. И украли еще не то, что это было. И в лунном тряго. А сейчас, когда шертор, в дневнике, было бы не выходить в полушке. Только в субботу не выходи. Да, да. Амин, твою мать тала, а все. В субботу надо выходить в церковь. Вы помните, что говорит Слово Божие по Иакобу? Иакоб у него были большие проблемы. И он понимает, что без Бога он не может решить. И он понимает, что хватит нести за собой Бога. Нужно позволить ему идти вперед, а мне идти за ним. Нужно оставлять его, чтобы он решил проблемы. И это было уже на рассвете. И человек, который с ним боролся, говорит, отпусти меня. Но что говорит Иакоб? Я не старт. Мне нравится это качество, быть настойчив. Это качество Бога. Вы найдете этот текст в книге литературной Евангелии. Он мог решить эту проблему только будучи настойчивым. И еще одно качество, которое было у этого человека. Иосиф Исуса храма погружение. И что Wallace говорит? skills тех, هят, да? Как хорошо было, когда мы стоим предыдущим Божьим, чтобы рассказать Ему все проблемы, которые у нас есть. Если мы хотим иметь успех и одержать победу на теми проблемами, которые у нас есть, мы должны им все говорить. Мне было больно, когда слышал о том, что кто-то из нашего коллектива делал непристойные вещи. Причем, Францово. Поэтому, друзья, если кто-то из нашего коллектива, то он есть тот, кто решает эти проблемы. Если мы не искренне, то мы будем говорить так, как мы есть. Если мы не искренне друг к другу, то мы скажем так, как мы есть. Если у нас есть проблемы с другими людьми, то у нас есть проблемы с другими людьми. Потому что всегда появляются такие проблемы. И я говорю так, как это не есть. И даже некоторые пастыри не поддерживают это служение. И для меня это самое сложное. Когда я答усь было его для этого со lite столква, то у него там там говорили второй минут. Если у нас разбираются, тогда мы вопрос им из этого, может еще разило? Но если это проблема, это проблема. Скажи мне, Господи, не начв aktwar Либ raj straight на всехiotных людей. Но если что у сегодня случилось, не говор черт возьми насмуя. Говорит Бог и говорит так, как Он есть. И я хочу сказать еще одно, что мне очень сильно нравится. Этот человек одержал подверг. Он исцелится. Потому что он поверил. В этом служении нужна вера. Без веры ничего не произойдет. Не теряйте веру, братья и сестры. Доверяйте Богу. Крадейте-в, как Дума. Поверьте Ему. Потому что это служение. Он сказал, что это служение которого нет. И это служение Его. И это служение верит в то, что Он поможет нам завершить. Ирина Вайд говорит следующее. Одно предложение. Все может получить только верой. Если нет веры, не должны даже браться за эту работу. Потому что эта работа, работа Божья. И он совершит эту работу через нас. И последняя мысль. И этим я закончил. Это человек. Он решил свою проблему с зрением, не пошел заниматься своими делами. Но здесь говорится о том, что Он последовал за Иисусом. И потому что у него были такие качества, и эти качества привели Его к Иисусу, и Он последовал за Иисусом. Это послужило тому, чтобы и другие люди жили за Иисусом. И мы те люди, которые должны помогать другим, чтобы они прославляли Бога, чтобы следовать за Иисусом. Это законов, который сказал. Я жду в подходящий час, его нету. Два часа дня, в воскресенье, его нету. Я жду до пяти часов. И я поехал. Я помолился и говорю, Господи, может ты так хотел, чтобы я сам поехал в Духарест? Я хочу общаться с тобой в Духарестном месте. И такой опыт впервые был. Я говорил с Иисусом. Я говорил с Иисусом. Так как говорил с кем-то рядом. Всю дорогу я общался с Ним. И я понял, что многое может измениться. Что многое можно победить в нашей жизни. И Христос говорит, тот, кто одержит победу. Тот, кто победит. У нас есть много проблем. Мы живем в последнее время. Когда Господи вали Arena, Устанпула не практике им. Мы всех нашим и люди вместе с ним, чтобы Creative键 и строим неже, отд named успех! Если мы хотим иметь успех, если мы хотим избавиться от проблем этого мира, давайте предоставим его, чтобы он был руководителем нашей жизни. Это служение, это работа. И тогда Бог будет прославлен, онорат, при служении этой службы, которую мы совершаем. Аминь? Аминь. Давайте подождем. Мы хотим, чтобы сделать служение этой красивой, чтобы дать Ковын Твои в доме. Аминь? Аминь. Ориен! Ориен! Ориене. Ориене! Ориене в тихомпы! Ориене. Ориене в тихо. Ориене! Да, это, Сынка! И ajута-ne Каше мы не доверим в Тебе. Ажута-ne, Даме, Каше мы не будем Петрыцем в ругацию. И ажута-ne каше Каше мы разворачиваем Крэдинта наше Принь а студия Зинникуванты Те. Принь а кэта Кэндэрилу Делава в нуме Те. И принь ане руган Крэдинта наше Сае крэдинта наше Сае крэдинта наше Сае не ажуте Каше мы можем В луна цена Кукуванты Те Сае пырманты Те Са те Служаска Са импреуна Са лаудам Нуме Те аи Сае пырманты. Аминь. Принь айтинь, Моли, Даме. Ты сти коетоа Лукрули, как они будут Те. И азия Мы не прадам Наше Те Сае пырманты Сае пырманты Сае пырманты Сае пырманты Сае пырманты Сае пырманты